Жители новостройки на Ленина замерзают в собственных квартирах. С наступлением морозов новые пластиковые окна покрываются инеем, стены становятся ледяными. И это при том, что дом еще на гарантии. Юлия Томилина разбиралась в этой холодной истории. Такое окошко у нас в детской комнате. Все во льду. Вот так вот они отпотевают у нас. От вида плачущих окон Светлана сама готова была заплакать, вспоминает женщина. В этой комнате у нее спят трое детей. Чтобы уберечь их от холода, по ночам женщина укрывает их несколькими одеялами и включает батарею на максимум. Вот здесь лед, посмотрите, пожалуйста. И створка у нас не открывается, и мы даже не знаем, что нам дальше делать. Нам очень холодно, и дети мерзнут. Беда не приходит одна. Холодом в этой квартире веет и от окна на кухне. Светлана счищает лед подручными средствами раза два-три в день. Однако причина этой проблемы лежит не на поверхности. Ее корень нужно искать под подоконником, убеждена хозяйка. Это задача застройщика. По ее мнению, специалисты некачественно установили пластиковые окна. Проблема началась у нас в том году. Окна нам приезжали, переделывали, полностью снимали и подоконники, и откосы. Полностью все запенивали. В этом году опять минус 20-25, у нас опять все начинает. Лед под подоконниками, на подоконниках. То есть мы мерзнем. Соседка Лариса Журавчак с представителями застройщика ведет постоянную переписку и разговаривает лично по телефону. Ее семья тоже замерзает. Год назад женщине удалось решить проблему ледяных окон. Сейчас она бьется над тем, чтобы утеплили стены. Здесь у меня должен спать ребенок, младший сын. Но здесь он у меня не может спать, потому что здесь очень холодно. В компании застройщика комментировать ситуацию на камеру отказались, но подтвердили, что все недочеты они обязаны устранить по гарантии. То есть люди сюда должны обращаться? Или они не делают просто... Договоры все прописаны. Договоры в законе все прописаны. То есть они, если они уже обращались, то есть они всю процедуру уже знали. При получении квартиры всю процедуру мы объясняли. Гарантия будет действовать еще год. Недовольным жильцам советуют написать соответствующее заявление. Юлия Томильна, Евгений Шилов. Новости. Первуральск.